Человек-паук А что если я хочу сам озвучивать в мультике? Что ж, тогда можешь присоединиться к нашей команде. Паш, это конечно всё хорошо, но где мне найти ламповую компанию, с которой можно посмотреть эти мультики? Именно для этого у нас существует DS-сервер, все ссылки в описании. О, Дисней. В общем-то, вышло это чудо 1 апреля 2012 года. Иронично, учитывая, что его открыли вместо одного из лучших мультсериалов по паучку под названием Грандиозный Человек-паук. Да это прям флешмоб какой-то. Так как я познакомился с этим творением? В общем, мне было 1000 минус 7 лет, и уже в таком возрасте я был старпёром и ненавидел всех людей в мире, кроме своей команды и подписчиков моего Телеграм-канала. Как вы наверняка догадались, произошло это на всё том же канале Дисней. Насколько я помню, смотрел я этот... С первой серии. Но это не помешало мне забыть, насколько же она была скучной и нудной. Об этом чуть позже. И я тогда знатно на него подсел, и в какой-то момент я просто перестал его смотреть. Я думаю, тут замешан Грайти Фоллс. Но я всё же помню то, каким был этот мультсериал. Начнём с того, что формат шоу весьма нестандартный. Не только для мультсериалов про дружелюбного соседа, а и для диснеевских мультсериалов в принципе. Для тех, кто не знает, там ведётся повествование от лица Питера Паркера с лютыми шторками. Стал додонсайдом до появления Доты. Но на этом прелести не заканчиваются. Там есть такая штука, юмористические вставки а-ля Гриффины, которые в моей памяти весьма смешные. Но на этом наш гей-парад не кончается. Этот мультсериал предсказал присоединение Паучка к Мстителям за 4 года до противостояния. Жесть. На удивление, спустя годы я до сих пор помню некоторые серии, по типу серии про свинопаука или Дэдпула. И даже отдельные шутки по типу, а здесь у нас снова морская суперкорова. Если мне не изменяет память, из серии про детский сад. 12 серия второго сезона, если кому надо. Также достаточно энергичное повествование, тоже плюс. Но, в принципе, это свойственно для Паучка. И что же я хочу сказать. Неужели Великий Человек-паук, мультсериал, в котором почти нет минусов. Или что этот мультсериал великолепно прошёл испытание временем. Ироничный смех. Это всё были мои искажённые годами воспоминания. А что же на самом деле? У-у-у, начнём по порядку. А именно с первой серии. Её можно считать как отдельный минус. Почему? Да потому что в ней плохо почти всё. Убогие шутки, скучный сюжет, который нужен только, чтобы понимать, почему Паучоков в Мстителях. Да тут даже актёр дубляжа не старается и говорит максимально безэмоционально. Сверстники начинают день с апельсинового сока. Я же получаю взбучку от убеждённого горлопана. Но, слава богу, это только первая серия такая. Ведь так? Нет. Но в следующих сериях дубляж улучшился, и цвета стали понасыщеннее. А в целом здесь остались всё те же пердёжные сопливые шутки, рассчитанные на трёхлетних карапузов. И смешные скетчи, и пролом четвёртой стены. Тут даже есть серия, где они используют Дэдпула, чтобы высмеять эту фишку. Самое иронично. И ради этого Дисней закрыл грандиосного человека Паука. Что можно сказать про дизайн героев? Ме? Он здесь особо не отличается от остальных марвеловских мультов тех годов. Вон даже коллапса Стражами Галактики есть. К слову, они весьма неплохи. Мультсериал в смысле. И что же в итоге? Я не советую смотреть этот мультсериал, если вам не 3 года, или если вы не дикий фанат дружелюбного соседа. Ведь таким людям он может зайти. Трёхлетним детям точно. А на этом всё. Потыкайте по ссылочкам в описании. Всем свежей травы, и пока. Многим, наверное, интересно, почему так долго не было видео. Я пытался придумать отмазку, но ничего не придумал. Ну, короче, это... Я жопа ленивая. Довольно.